США исключили Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом свидетельствует полугодовой доклад американского министерства финансов Конгрессу. В МИД Кейнер заявили, что в Вашингтоне наконец-то смирились с фактом. Китай никогда не был валютным манипулятором. США привели свой последний вывод в соответствии с фактом и международным консенсусом. Выводы МВФ в последнем отчете также показывают, что курс юаня в основном соответствует состоянию китайской экономики. Оценка МВФ еще одно свидетельство, что Китай не манипулирует своей валютой. Китай ответственная страна. Мы заявляли много раз, что не собираемся девальвировать валюту для получения преимуществ. И никогда не будем использовать валютный курс в качестве инструмента борьбы с внешним давлением, таким как торговые споры. Минфин США назвал Пекин валютным манипулятором в августе впервые за несколько лет. До этого ведомство Стивена Мнучина пять раз подряд отказывалось присваивать этот статус Китаю, несмотря на давление Дональда Трампа. Для удовлетворения желанием резента Минфину пришлось применить устаревшие критерии 80-х годов. Формальным поводом для обвинения Пекина в валютных манипуляциях стал пробой психологической отметки в 7 юаней за доллар. В сентябре курс достигал 7,18 юаней за доллар. По иронии рыночных законов, китайская валюта дешевела в результате действий администрации Трампа, которая полтора года добивалась в торговых уступах от Китая, повышая импортные пошлины на его продукцию. Исключение Пекина из списка валютных манипуляторов произошло за два дня до планируемого подписания первой части Китайско-Американского торгового соглашения. Делегация во главе с вице-премьером госсовета Кэнер Лю Хэ уже прибыла в Вашингтон и рассчитывает завершить финальный раунд переговоров в среду. Пекина из списка валютных манипуляторов. Продолжение следует...